Я не была сначала, я пришла. Вот Леночка вам всё расскажет про нас. Фольклорный театр поморской культуры Сузёмья создался 12 лет назад. Создался тогда, когда мы все ушли на пенсию. ПЕСНЯ Родом мы все с Архангельского края, с Пинежского района. Все мы немножко даже родственницы с реки Пинеги, со среднего течения. Одна у нас с верхней Пинеги. Мы занимаемся собиранием, разучиванием песен, обрядов, каких-то календарных праздников. Поэтому мы называем себя театром. Уехал в Астрахань из Вологды мужик купить. Свою жену оставил дома. За три года он сидела своей, управил. И, наконец, к жене своей свой город воротился. И как же удивился. Как наша Пинега, река, широкая, красивая, глубокая. Раньше была, теперь тоже все меняется. И у нас на Пинеге песчаные откосы у берегов. И по ним, когда шагаешь, и он как снег зимой хрустит. Вот такой песок у нас чистый. У нас очень красивый край. Мы его все очень любим. И на лето уезжаем туда. И вы приезжаете на Пинежье. Позавидовал мужик, что саладарту легко жить. Ой, ле, ой, да люле, что саладарту легко жить. Он мне сей, ой, и не пошел в рот. Чем занимаются люди на пенсии? Кто-то по больницам ходит. Кто-то по сберкассам в очереди стоит. Кто-то так. А мы и до пенсии-то встречались очень часто. Потому что у нас тут 50% из одного гнезда вышло. У нас продедодед. Поэтому мы родственники. Оля сестра, Катя сестра. Аня племянница. Вот видите, семейственная засилье поповых. Конь бежит, конь бежит, да голубой вертит, голубой вертит. Голоса мы не учим. Мы сами на слух все подбираем. Песню, как обычно, Екатерина Ивановна Кобылина у меня, сестрица моя, начинает. Мы репетируем. У Лены, да у Сережи дома. Он пока нас терпит, пускат. У нее внизу Красный Крест расположен. Они только днем робят. Мы им не мешаем. У нее большая квартира. Сталинка такая, так не слышно. Наверху там никого нету. Чего хочешь, то и пой. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Дело в том, что мы выросли в основном в деревне, в глухой. А мы уже возрастные девочки. Ну да. Поэтому мы росли с бабушками. И вот бабушки, дедушки, их подруги приходили, собирались. Теперь, когда с возрастом становишься старше, понимаешь, что это очень ценно. И начинаешь это все вспоминать. И как-то вот так вот все накручиваем, накручиваем. И получается, что насобирано. Что не знаем, начинаем где-то опять поедем в деревню на лето. Опять дособировать будем. Что-то в голове складывается. Много ты собираешь? Много. Хватит много. Хватит много. Еще можно годов выступать ездить. Хватит. Было бы здоровье, так мы бы еще ездили. В Москве-то уж первый раз с концерта. А земля дружит, ездить, 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 да зидь на тестью в двор, зидь на тестью в двор, тесь бо, я рыто встречал, да тесь бо. Сказали, что надо там концерт делать. Пенсионный фонд Россия оплачивает. И поехали. Мы плечики купили и весело поехали. С пенсионом. Одна только у нас робит. Одна. Молода еще. Пенсию в случае, да и погнали. Да. У нас, конечно, на эту поездку был спонсор. Народная славянская радио. Им большое спасибо. Мы ведь даже за наградой говорим, да ладно, не поедем. Что там поедем, то, господи, надо так пошлют. А что-то они мне написали, потому что они вот нас Николою все по радио делают иногда, просят. Наши сказки мы им отправляем. Там уже они сами кто-то, женщина, все перерабатывает. Нас записывают. Мне говорят, да вы что, нас все про вас спрашивают. Мы вам поможем доехать. Торите дорогу в столицу Москву. Так что спасибо нашим друзьям. Ой, по московской, да, тут и шла, а прошла. Ой, то ты шла, да и прошла, да, силушка армия. В каждой деревне есть такой вот коллектив фольклорный. В основном женский. Мало мужчин поет уже, да и мало мужчин. А вы что, пели мужчины у вас? В традиции ты пели вообще? Пели, пели. А как плясали они? Пели. Это вообще. После войны уже мужчины перестали так вот. Собираться и пить, да. У нас у бабушки было пятеро братьев, и они пели лучше, чем женщины. Собирались за столом. У нас есть двоюродная сестра, она нас постарше, 40-го года. Говорит, я помню, я лежала на палатах и слушала, вот как дядья пели. А что перестали-то? Война. Война их стала, война всех унесла. Война все спасила, да. Мало, да старое, да женщина, и все. Такатилась на нас, да, тутя терна. Ох, не тутя терна, да не порозна. Ой, да ведь пришло то времечко, да та минуточка. Ой, шо с родимыми нам да разброшатся. Да с любимыми нам да разброшатся. А я ведь на тебя еще не нагляделася. Ой, да голосочку-то твоего да не дослушалася. А вы Шевгинат знаете, нет? Пинежский Пушкин. Пинежский, правильно, да. Пинежский. У нас есть свой сценарий Пинежского Пушкина, все, руки не доходят, чтобы на сцене показать. Именно с тем диалектом, откуда это Степанида Черная и Суры. Да, да, да. Ну, че, все право, все так? Конечно, так, а че, не верите, что ли? Оно так и есть. Все, то, что в книгах написано, все правильно, все по-утенному. Вот в тех книгах. Да. Нет, у перешних. Да. У перешних-то и военно врут, а у тех, кто, мы все верим. Да, понятно. Привяжу я мужа за ворота, впущу я мужа на море, а сама зайду я на гору, да посмотрю я с горы на мужа, посмотрю я с горы на мужа, да каково муж мой плавает, каково муж мой плавает, да каково же сокрасует цельцем. Ну и че, вы помните все мои вести-то, что же насобирали там? Как не помним. Или как записываете? Записываю. У Кати, он целый фанатека песен, она насобирала. Записи от бабушек. Да, и поэтому мы разучиваем, собираемся, разучиваем опять. А что-то помним на памяти, на генетической от старых, от своих. У нас у многих уже бабушек, нет, мы сами бабушки. Мария Степановна, мама живающая. Да, мама 93 года, Мария Степановна. Нет, моей маме уже 95 года. Да, и она поет. И вы знаете, как получается, что когда мы были помоложе, мы что-то забывали. А сейчас, когда стали вот это все вспоминать, вы знаете, всплывает то, что когда-то мы слышали. Вот когда-то я слышала, допустим, ту же векушку, горожаночку, было забыто, а когда стала вспоминать, оно все вспомнилось. Вот как интересно бывает. И людям очень интересно, молодежи интересно, то, что мы сейчас поднимаем, вспоминаем. Им интересно, вот приходят, посмотрите, сколько на наш концерт пришло народу. Восьмой, брат пришел восьмой, брат пришел девятой, брат пришел десятой, брат пришел додал. Мне на быка додал, мне на козла додал, мне наделил додал, мне подарил, достал. У меня десять быков, десять козлов, девять быков, девять козлов, восемь быков, восемь козлов, семь быков, семь козлов, шесть быков, шесть козлов, пять быков, пять козлов. Четыре быка, четыре козла, три быка, три козла, два быка, два козла, сей бык, сей козел, сей маленькой бытек. Да вороший не тёк, своя корня не тёк. Продолжение следует...